С 1 марта в России вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Теперь водителям, проезжающим по кольцу, необходимо обращать внимание на знаки, которые подскажут, кому нужно уступить дорогу, а перед кем, напротив, есть преимущества. За пояснениями Народное телевидение обратилась в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. Все подробности у Екатерины Титлы. До изменений в правилах любой, кто въезжал на перекресток с кольцевым движением, должен был уступить дорогу водителю, который уже движется по кругу. Вне зависимости от того, какие знаки установлены перед въездом на такой объект уличной дорожной сети. С 1 марта на перекрестке с круговым движением водители будут въезжать по новым правилам. В некоторых случаях у въезжающих на кольцо появится преимущество перед теми, кто уже движется по нему. Нужно просто ориентироваться на установленные дорожные знаки. Знаки приоритета. И, соответственно, если мы движемся по главной дороге, то нам должны уступить дорогу движущиеся транспортные средства по кольцу. Но такой организации дорожного движения в городе Апатиты нет. То есть мы как ездили, так и будем продолжать ездить. Тем не менее, знание правил пригодится апатитчанам и кировчанам в других населенных пунктах. Итак, что важно знать. Водитель, въезжающий на перекресток по дороге, которая не является главной, по-прежнему уступает тем, кто уже движется по кругу. Но если при въезде на кольцо стоит знак «главная дорога» или направление главной дороги, приоритет уже у въезжающего на кольцо водителя. Люди, наверное, опять будут смущаться при проезде кольца. Все, а так-то, в принципе, ничего не изменится. Ну, лучше бы, конечно, так оставили, как сейчас все есть. Наверное, все-таки так получше, поудобнее было бы. Уже как бы привыкли, что кольцо главное, заезжаешь на кольцо и должен уступить дорогу. Например, Мурманск, когда ездишь в Оленигорске, там дорога главная по прямой на Мурманск. Она так и остается. Предполагается, что вступившие в силу изменения уменьшат интенсивность транспортного потока и снизят вероятность возникновения заторов на участках с кольцевым движением. И в продолжение темы. На дорогах России с 1 марта, то есть с сегодняшнего дня, появятся светофоры, которые будут подмигивать автомобилистам белым цветом. Новый сигнал в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Информируют водителя о том, что на пешеходном переходе, в сторону которого он поворачивает, для пешеходов загорелся зеленый. Субтитры делал DimaTorzok